Всем привет, это канал Веб-Новости, статья с сайта Вежливая Россия, автор статьи Шульц. В Сирии снова замечена советская адская молотилка. Бойцы сирийской армии продолжают использовать в борьбе с террористами технику, которая многие годы находилась на складах ранения, так как, по мнению военачальников, не подходила для боевого применения. Одним из ее образцов является зенитная установка, известная под обозначением изделия 500. Это ЗСУ-57-2, поступившая на вооружение СССР еще в 1950 году. В сети появилась фотография, запечатлевшая военнослужащего армии САР на броне зенитки. По разным данным, Советским Союзом было поставлено в Сирию около 200 таких машин. Ими комплектовались подразделения войсковой противовоздушной обороны, танковых и механизированных бригад. В 90-е годы зенитные самоходки были сняты с вооружения САР. Вооружена ЗСУ-57-2 с двоенной автоматической пушкой С-68 калибра 57 мм и скорострельностью до 120 выстрелов в минуту на ствол. Дальность применения по объектам на земле составляет 4 км. Снаряды могут поражать легкую бронетехнику и танки типа Т-55 и Т-62. Экипаж машины 6 человек. Самоходки выпускались на шасси, разработанном на основе элементов танка Т-54. Двигатель мощностью в 520 л.с. способен разогнать 28-тонную машину до 50 км в час. Запас входа составляет 400 км. ЗСУ-57-2 широко использовалась во Вьетнамской войне в арабо-израильских конфликтах. Во время гражданской войны в Ливане зенитка применялась для борьбы со снайперами, находившимися на верхних этажах небоскребов Бейрута. Во время Ирано-Иракской войны машина стала средством уничтожения живой силы и бронированной техники. Именно в тот период ЗСУ-57-2 и получила прозвище «Адская молотилка». По данным издания «Вестник Мордовии», первые советские зенитки были замечены на полях сражений в Сирии пару лет назад, и их применение удивило многих военных специалистов. Какое-то время машины не попадали в объективы, видео и фотокамер. На сайте имеется видео данной техники, а также фотография военнослужащего армии САР на данной броне. Ссылку, как обычно, оставлю в описании к данному видео. Спасибо за внимание. Всем пока.